Сегодня народными избранниками были рассмотрены более 20 вопросов. Начали с тех, что касаются законодательной базы города и изменений в структуре муниципалитета. Так, городской устав был приведён в соответствие с нормами действующего законодательства, а именно подтверждён пятилетний срок полномочия депутатов. Единогласно был решён вопрос о разделении должности заместителя главы города Сергея Юрченко. Теперь в его подчинении не только Департамент физкультуры и спорта, Департамент перспективного развития, но и новое управление по делам казачества. Рассмотрели депутаты и вопросы распоряжения муниципальной собственностью. В план приватизации теперь включены все олимпийские коттеджи, их можно выставлять на торги. Спецавтохозяйство получило от города в безвозмездное пользование больше 2000 единиц оборудования для сбора твёрдых бытовых отходов. А участок, называющийся свалкой в ЛАО, теперь передан краю. Ещё одна ключевая тема в городе – земли сельхозназначения. Из общей площади в 1200 гектаров чайных плантаций 80% не используется по назначению. Мы уже совместно с администрацией и с депутатами Законодательного собрания Краснодарского края очень внимательно смотрим за тем, какие программы принимаются нашими сельхозпредприятиями. То есть у нас половина хозяйств отработали свои программы, и которые знаем, что в течение двух-трёх лет они приведут и чайные плантации в первую очередь в рабочее состояние. А те хозяйства, которые говорят, что мы будем их восстанавливать в течение 20 лет, это нас не устраивает. Депутаты решили в ответ такой позиции расторгать договоры аренды. А чтобы земля работала, передать её в безвозмездное пользование желающим фермерам. Таких в городе уже около тысячи. В прошлом году, когда принимался краевой закон, который позволял выделять крестьянско-фермерским хозяйствам землю в безвозмездное пользование, в этом реестре не было города Сочи. И вот сейчас мы выходим законодательной инициативой, чтобы в этот реестр и был включён город Сочи. Скрупулёзно подошли народные избранники к вопросам волнующих горожан. Депутаты единогласно отказались от согласования новых коммунальных тарифов, превышающих предельно допустимый уровень. А вот руководителям водоканала придётся тщательнее принимать меры по ликвидации незаконного сброса канализационных вод. До сих пор чуть больше двух с половиной тысяч объектов продолжают загрязнять экологию курорта. Была поставлена мною задача. Все эти две с половиной тысячи пользователей должны остаться без воды. Но конкретные, а не все подряд, как это делает водоканал. Почему это не выполняется? Вот сейчас, почему две с половиной тысячи людей, или две с половиной тысячи подворья, или двором, сегодня продолжают сбрасывать свои фекалии. Я прошу до воскресенья полностью это дело отключить. По решению депутатского корпуса сотрудники водоканала должны в недельный срок предоставить график отключения объектов, не соблюдающих санитарные требования, а также продолжать мониторить и те объекты, которые уже подключились к канализационной сети, лосом или установили септики. Это необходимо для того, чтобы окончательно решить проблему с канализованием на курорте. Говорили депутаты и об организации дорожного движения. В летний сезон количество транспорта увеличивается. С потоком не справляются даже современные дорожные развязки. А дело все в разработке схемы движения. Та, что есть в настоящее время, не улучшая дорожную обстановку в Сочи, отмечают местные полицейские и сотрудники транспортного управления. Поэтому в ближайшее время по итогам заседания комиссии по безопасности дорожного движения будут утверждены новые схемы. В ряде улиц во всех четырех районах курорта планируется отказаться от левого поворота, а где-то убрать запрещающие знаки. Изменения коснутся транспортных развязок на Бытхе, в районе Чайсовхоза и на Мамайском перевале, где сейчас многокилометровые пробки возникают из-за дорожных работ на обвальном участке. Завершить там ремонт планируется только к ноябрю. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.